всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео называется пять классов школы жизни ну или более длинное название в самом ролике это божья школа жизни и познания истины бога любви из хотите как христианин добавляющего и христа ибо все мы когда-нибудь все люди на земле узнают что бог есть иисус христос вечный бог любовь во плоти рассмотрим сегодняшнее видео я думаю что нам очень понравится я надеюсь на это с высоты орлиного полета как все говорю мы уже с вами все-таки живем 6 7 тысячелетия на земле много всего много воды вытекло после всемирного потопа да давайте посмотрим что мы уже созерцаем что мы знаем вся история человечества нам доступна пусть в образах где-то в символах в той же самой библии в других известных мировых манускриптах ну опираться мы сегодня будем только на библию этого будет вполне достаточно и посмотрим какие же действительно я думаю что только глупо сейчас захочет со мной поспорить что в истории человечества или божьего плана познания человеком себя бога любви и христа есть очень понятные без всяких каких-то колебаний такие отсечки отделяющие один класс мы с вами взять всю историю человечества проживет в пяти классах такая вот нас начальная и конечная школа одновременно бы всякий бесят без всяких старшеклассов институтов этих как-то называют там вы поняли всяких этих кафедр там высоких мы с вами все по простенькому пять классов и царство небесное то какие-то этапы они очень четки очень понятная 1 1 этап это допотопная человечество так называемая я об этом чуть позже поговорю о том что к сожалению печально что вы запихнули в так называемый корпус ветхого завета так и называют и у многих людей он так и ассоциируется то есть от сотворение всего мироздания но в частности нас нас конечно не будет интересовать кто мужу я уже вам это озвучил неоднократно эта школа жизни познание любви свободы вечной жизни бога христа кем но человеком человеком и богом о и и и и и людьми и духами духи тоже познают истину не не думайте что где-то там вырывая из писания что духи той ангелы это суть служебные духи да то почему-то и служебные духи что они богу служит не мог ни налево ни направо пойти еще как могут они вообще-то и падают и восстают точно так же как люди а в образы в котором они являлись на землю они всегда являлись в образе людей кто кому интересен этот вопрос исследуйте библию вы удивитесь что ангел никогда не являются с крыльями там или еще с чем-то они всегда имеют такой же вид и ничем вообще их никак от людей не отличить почитайте библию исследуйте весь ветхий так называемый новый завет на этот предмет и удивитесь что ангелы такие же как люди вот так вот этот первый период человечества это допотопное от сотворения человека до всемирного потопа это первый класс мы сегодня поговорим с вами как этот класс называется но чуть позже второй этап ну вот как раз так называемый ветхий завет но к сожалению туда пиханули все и вот это допотоп на историю и вот этот ветхий завет второй этап естественно начинается с окончания времени потопа с уже второго адама можно так сказать в лице его семьи это это адам то это имя так уже скажем собственное немножко неправильно употребляют был создан человек и разделен на адама его на мужчину и женщину да вообще адам с греческого просто переводится как человек к сожалению стало именем собственным вместо имени нарицательного был сотворен богом человек человек разделен по образу и подобию своему бог его создал разделил его не вертикально а горизонтально равных на равных мужчину и женщину для познания всех радости любви к такому же как и ты к такому же виду как и ты вот но к сожалению они не устояли и пали мы а сегодня еще будем об этом естественно сейчас позже говорить второй этап нас такое так скажем новый адам нужен не один новый человек я по идее не называть его не надо адамом первого человека сотворенного у него не было имени да это был человек не переведено на греческое слово как всегда к сожалению стало именем собственным вместо нарицательного вот у нас уже новый человек вторая божья попытка сделать идеальным все человечество да в лице уже ну не просто но я все уже его семьи человеку как и вся вы слышали от меня кто давно меня смотрит я так не раз выражался что мы от адамы дважды хотите мы двора мы два дважды от одного человека ну по сути так и есть да как бы первый раз ну вот жалко имени нет этого человека мы раз от первого человека все все сотворенные ну или от адамы евы в этом одном человеке и второй раз от ноя но его супруги вот естественно до какого период весь этот идет эта школа жизни этот второй класс естественно это это идет до явления вечного бога любви во плоти иисуса христа весь этот период называется вторым классом отсечка просто сама по себе невероятное событие вечный бог любовь во плоти явился на я думаю что да да заметьте все человечество казалось бы какой там еврейский раб раб не раб но они были все-таки в порабощенной стране да и римской империи может они там не прям такими рабы были но все-таки были оккупированными да как сейчас очень слово такое насущное вот и вот какой-то там еврейский раб какой-то цинк плотник какого-то да такую славу в мире приобрел что от его рождения практически все на земле ведут лет исчисления до рождества христова и после рождества христова я думаю более понятные общепризнанные отсечки человеческой истории тяжело найти да вот какая следующая следующая как раз от явления вечного бога любви во плоти иисуса христа своему творению до какой явился к сожалению ненадолго и вот тут же прибили о чем мы сегодня будем говорить ко кресту да и убили тем самым да но он воскрес вознес на небеса и оставил всех нас на две тысячи лет жить по-христиански жить его жизни но без него подготовиться и сдать этот экзамен да то есть он как учитель мы научил ты готовься дома домашнее задание приходи и сдавай экзамен вот вторая история человечества и как до каких она времен будет идти ну да еще очередной отсечки не менее важные в истории человечества и невозможно которую будет не заметить это второе пришествие иисуса христа до этого от первого пришествия иисуса христа до второго пришествия иисуса христа вечного бога любви во плоти у нас с вами третий класс жизни в котором мы с вами сегодня живем и который видимо по всем сбываю по всем событиям которые сейчас вокруг нас с вами происходит подходит концу скоро готовимся к выпускному всеми я надеюсь очень дружно но четвертый класс интересный которого все мы с вами ждем после второго своего пришествия с христа и воскресенье праведников изменения тех нескольких десятков сотен тысяч которые будут доживут до этих событий при воскресенье праведников мы с вами будем жить на земле тысячу лет и будут жить множество людей после того как вся адская верхушка которая совсем совсем скатится на дно ада будет дух жизни с которой будет забран на земле останутся более-менее такие адекватные грешники язычники хотите и воскресшие святые во христе изменившихся там будет совсем немного поэтому поэтому называется воскресенье еще будет пятый этап после тысячелетнего царства куда уж еще более сильная и мощная отсечка это какая тысяча лет закончится реальных земных годов эти года закончатся и что нас ждет великое разделение великий суд или великое разделение великий суд до на царство небесное и царство тьмы на гиену огненную уж куда еще большую отсечку ибо в то время земля все дела на ней сгорят и небо совьется и убежит от лица божьего и всякое лицо всякий человек из всякого народа и племени со всех времен предстанет перед богом и моря отдаст мертвых и от и все отдаст до помните все там это я ты и и все отдаст я ты смерть и и мы море мертвых все поддает мертвых в общем даже все это потом будет брошена в даже сам от смерть и море мертвых вот и будет великий суд будет великое разделение куда еще сильнейшую отсечку я думаю после того что я рассказал конечно же мое видео рассчитано на тех ну хоть как-то люди знакомы с библии вообще для меня и удивительно и неудивительно удивительно и печально уж христиане никогда не читали евангелие думаете шутки нет самые настоящие шутки 95 процентов никогда в жизни не читали евангелие вот ну пусть есть нормальные более-менее там кто почитывает протестант хоть как там читают да кто-то читает хоть евангелие хоть новый совет ну вы знаете вся горилму хотя бы хотя бы для христианина это это вообще это настолько минимальная планка это я так говорю может кто это вообще никогда и таких кто это никогда не делал кругом и всюду нас окружают да хотя бы хотя бы знать евангелие и хотя бы хотя бы хотя бы три главы книги бытия а лучше девять вот как раз вот этот вечный завет узнать ну а лучше уж к евангелию присовокупить хотя бы книгу бытие хотя бы хотя бы а если еще исход прихватите потому что уж про моисей это должен там каждый все это узнать чтобы потом тоже не вляпываться про эти десять заповедей и так далее хоть все это знать хотя бы к евангелию при присовокупить Бытие и исход должен нормальный любой человек Ну а христианам выпускного уже практически третьего класса Желательно присовокупить книгу Даниила Я думаю лишним не будет Самое время пришло Ибо она была запечатана как раз до этих самых времен Она не нужна будет после в четвертом классе Она не нужна была прежде во втором классе Она нужна именно в конце третьего класса В котором мы с вами живем и собираемся выпускаться Поэтому конечно же я надеюсь Все что я говорю созерцают только орлы Которые все это видят, все это понимают Все это читали, изучали Ну хоть как-то Ну кто этого не делал Может после просмотра такого Моего видео тоже заинтересуется И решится в этот последний класс Все-таки решится взять за ум Как говорят двоечникам и троечникам И все-таки поназидаться Несмотря на то, что выпускной третьего класса приближается Лучше поздно, как Иисус сказал Лучше в одиннадцатый час прийти и потрудиться Чем оказаться ни с чем Изучайте Библию, как минимум Хотите всегда мне пишите в личку Я всегда могу взять личное шество Помочь, подсказать, что почитать, в чем разобраться Могу вам сразу все вещи непонятные рассказать Вам даже искать не придется Я добрый, потому что я люблю И все, кто алчат и жаждет правды Я таких людей особо люблю Всегда, что надо, подскажу Расскажу, что непонятно Все поведаю Поделюсь ссылками на мои видео Где вы найдете ответы на конкретные вопросы Обязательно читайте Евангелие Перечитывайте его Присовокупляйте потихонечку Там послание Книгу Деяний апостолов Книгу Икровения можно В современном мире В современных событиях В которых мы живем Прямо обязательно тоже почитывать Хоть как-то ее Я обязательно говорю Хотя бы бытие исход А там Даниила Ну и уже остальное Что по желанию Лучше идти, конечно же По списку Хоть раз в жизни Библию Это надо прочесть Вот Все Вся информация Которую я рекомендую Доступна на моем сайте Христалюк.рулихристалюк.рф Все тексты библейские Все красивые Понятные С диалогами С виденными шрифтами С разными цветами С картинками С иллюстрациями Легко смотрится Легко читается Понятно где начало Где конец Всем рекомендую Не пожалейте Прочитайте хотя бы Евангелие На моем сайте Посмотрите Вот, кстати, он Сейчас мы по нему пойдем По теме школы жизни Тут все есть Очень адаптированный Он, естественно, адаптированный Под мобильный вариант Все вы найдете Все книги Все они очень, я говорю Такого качества Но красивого Дизайна Вам, я уверен Будет удобно Понятно читать Много через это Будет открываться Только через это Все Поехали Поехали Подробненько Теперь пройдемся По каждой Школе Жизни Немножко я говорю Совсем чуть-чуть Я могу уже Пролеснуть Страничку Как видите В основном Картинки Совсем Немножко Текста Мы с вами Все это Пробежимся Сейчас по ним Я немножко Говорю И итог мы будем Подводить Всегда Такими Тремя В трех Ипостасях Бог Человек И дьявол Чему Бог Научился Или что он делал Или в каком состоянии Пребывал Человек И дьявол А в оконцовке Мы сделаем Сводную Вы увидите Если мы здесь В каждой школе жизни Подводим итог Бог Человек И дьявол И у нас Пять классов То в оконцовке Мы сведем Сводную У нас пять классов Что Бог Пять классов Что человек И пять классов Что дьявол Каким путем шел Чему научился Увидите Я думаю Вам будет очень интересно Ну Бог Как бы ничему не учится Но вы поймете О чем я Говорю в конце Видео Итак Бог творит Небо и землю Допотопное человечество Первый класс Бог творит Небо и землю Называю я его Очень важно Вот теперь мы к вам К этому подобрались Вы как бы слышали Все о новом и ветхом завете Да Очень важно понимать Несмотря что Библию Несмотря на то Что Библию делят Якобы на два эти завета Это абсолютно неверно Не думайте Что это святое писание Священное писание Я тут богохульник Так вот Палец к небу Задираю Уста свои открываю Вы сейчас поймете О чем Это очень важно Кто знает Меня давно Слушай Тот знает Что я всегда Первый вот эти Хотите одну Хотите три А лучше всего Девять Глав Книги бытия Всегда говорю Что там вся суть жизни Там вся суть Евангелия Вся суть Бога Там все Конечно Прекровенно В образах И символах Но там все Там мы узнаем О том Что Бог Первое Кто такой Бог Кто такой Бог Бог вечен Это раз И он творит Мы видим Бессмертно Бог не имеет смерти Мы видим Что все Что он сотворил Не кончается Мы видим это Видим Второе Он свобода Делает это добровольно Конечно Его над ним Кто-нибудь стоит Нет Мы не видим Кроме Бога Никого нет Никто его не пугает Адом И не заманивает Раем Бог это творит Добровольно Бог все делает Из чего Третье Из любви И делает Мир любви И заповедь Дают одну В раю Одну заповедь Дают в раю Любить друг друга Там люди Любят животных Животные любят людей Там никто Никого не убивает Не насилует Не грабит Так должно было быть Мы все это видим С вами В первых главах Почему я говорю Девять Потому что мы видим С чего началось И чем закончилось Я имею в виду Поэтому как бы Вся истина Вся история Человейства Всех уроков Грехопадения Сюжет важно понять Поэтому в принципе Правильно называть Первые девять глав Книги бытия Хотите первым заветом Потому что есть тогда Новые ветхие Ну опять же Он тогда первый Но это тоже Кто знает Даже так неправильно называть Ветхий Он первый Как бы По продолжительности По последовательности В истории человечества Но он опять же Не первый Он тогда второй Который был ветхий Потому что первый завет Был от начала Этот завет вечный Завет вечный Завет вечный Он неизменяемый Вы помните Как Иисус сам ссылался Когда уже тот же Моисей Говорил что вот И на Моисея ссылались Его потомки И говорили что вот же Он разрешил Да Разводиться И давать разводное письмо И гуляй Маня Куда хочешь На все четыре стороны Пусть тебе хоть кувалды Голову разобьют Мои руки чисты А что Иисус говорил От начала не было так И ссылается куда Куда он ссылается От какого начала На времена Послепотопные На Ноя На Авраама На Исаака На Акова На Бога Который И Авраама Исаака И Акова Помните как вспоминать Что Бога Это Бог Авраама Исаака И Акова Иисус вспоминал Но почему-то когда Нужно было обратиться К началу Он обратился Не к Ною Не к Аврааму Не к Исаакаву Не Акову Не к Моисею И пророкам Не к Давиду Не к Соломону А сказал там Когда еще даже Грехопадения не было От начала Бог так не делал От начала Есть только одна Заповедь Любовь Конечно Из дошедшего До нас Евангелия Все повырезали О веганстве Естественно Вы знаете Что я как веган Как христианин Как проповедник истины Говорю о том Что как от начала Люди не должны были Не то что убивать Животных Наоборот Была дана заповедь Заботиться Заботиться Господствовать Над всей землей Это заботиться Бог Он же Наши господь Я говорю А что то вы Да Не хотите Чтобы Бог был Тираном Чтобы убивал вас Так а что же вы Сами убиваете Если вы господа Если бы Бог Сказал Вы будете Господином Всю землю И все что на ней В руки твои Придаю Так что такое Господство Оказывается Это наоборот Власть Какая Власть любви Оказывается Это как Павел говорил Не оставайтесь никому Ничем не должен Кроме взаимной любви Оказывается Если я господин Я заботюсь Оказывается Если Бог Есть Господь Значит он обо мне Заботится Значит Господство и владычество Означало Ни тиранию Ни раздирание Все на свете Природы Животных Таких же как я Людей Да Оказывается Нет Оказывается Господство Владычество Это оказывается Забота Это оказывается Любовь Вот какой Вечный завет Был первый Он первый Он последний Он альфа И омега Он начало Он наконец И без начала И без конца Оказывается Завет Который был в раю Заключен С человеком Почему не было Никакого завета Заключена А потому что Бог свобода Добровольно Хочешь делай Хочешь нет Ни бумажек Не надо подписывать Ни клятвы мне давать Бог есть Свобода Вечность И любовь Видимо все это в раю Фу Конечно Бог требует С человека Бумажку какую-нибудь Подписывать О том что Будешь мой закон Вечно исполнять Нет Не требует Абсолютную свободу дает Вечность Да Он ему дал Вечную жизнь Все в раю Не имело тления Из любви Он это делает По любви Он это делает И призывает ли К этой любви Хочет ответ На этой любви Конечно И так в раю Мы с вами видим Полноту Как Иоанн потом писал Когда Иисус Придет благодать На благодать Мы просто видим С вами благодать Все идеально Все совершенно После каждого Дня творения Мы с вами читаем Бог посмотрел Все очень хорошо Все идеально Все совершенно Все прекрасно Я молодец Что делают эти люди Сотворенные Ну я кратко пишу Люди совершив Впервые грех Не смогли остановиться Вы помните Что по совершении греха Бог что им обещал Он говорит Вкусите грех Сотворите зло Вкусите плод Это сотворить грех Читайте Это духов Это образ Символный Приточный Язык Переносим на язык Дел Вкусить плод Сотворить зло Люди творят его Убивают животное Пожирают его труп Именно поэтому Они вкушают смерть Потому что Сами забрали жизнь Именно поэтому Бог их одевает В одежду Этого животного Чтобы они Всегда носили Память на себе Этого Первородного греха Что Они останавливаются Они умирают Нет Хоть Да Они потом Бог потом Только оденет Сначала он спрашивает Бог сказал Вкусите умрете А они не умирают Более того Бог взывает К их нему К их несовести К их нему разуму К личному я К этому Самому духу Не хотите ли покаяться Нет Нет Более того Не то что каяться Они еще и пальцем Тыщут друг на друга Ева на змея Адам на жену Да и на Бога Это ты мне ее дал Это ты вовсю Я непорочный ягненок Это не ты Агнец непорочный А я ягненок непорочный Это ты мне ее дал Так ты я хороший Ева по сути То же самое говорит Они не останавливаются И в падении своем Достигают такого дна Что Я уже беру цитаты Из Библии Помышление сердца человека Суть зло Во всякое время От юности его Слушайте Меня В первый раз Когда я прочитал эту фразу У меня прям Как сердце пронзило копьем Как сказано Вот знаете Так вот настолько сильно Что допотопное человечество При вот этом В вечном завете В вечном завете Свободы Вечной жизни И любви До чего оно докатилось Что помышление Сердца человека Суть зло Во всякое время От юности его Все Как я всем говорю Занавес Нет надежды Это все Суть зло Во всякое время От юности его Дети Что там дети Мы все шалим Уже когда взрос Сознательно Человек делает зло Все заканчивается Вот он вечный завет Бог дал какую Школу жизни Человеку В полной свободе Какова она есть Бог Просто есть Вы помните Я надеюсь Не помните Я призываю вас Хоть что-то почитать Хотя бы бытие исход Бог Моисею так и говорит Когда Моисей Просто требует от него Кто ты Кто ты Он его спрашивает Как твое имя Имя это сущность Кто ты есть Кто ты есть Бог ему говорит Я просто есть Я просто есть Вот я просто Свободен Я вечен Я не знаю смерти Я не знаю жизни Потому что я не знаю смерти У меня нет начала Нет конца Я альфа-омега Первый и последний Я свободен Я не боюсь Ада Я не заманиваюсь Раем Я абсолютно свободен Надо мной никого нету Никого нету подо мной А люблю я Потому что я раб любви Я могу сотворить зло? Могу Бог может творить зло? Может Потенциально Творит он Но нет Потому что он абсолютно любовь Потому что он хочет быть Это абсолютно И является Он просто есть такой Когда мы приходим В таком состоянии Ответить на эти антиномии Бесполезно Пока ты это не познаешь Сущностью Я могу сейчас убить животное И сожрать его? Могу Физически Я этого когда-нибудь сделаю? Нет Я могу сделать? Нет, не могу Ты можешь убить человека? Нет, не могу Не можешь взять нож И зарезать его? Могу Так можешь это сделать? Нет, не могу Знаете Анекдот есть такой С бородой тоже Солдаты и генерал в армии Солдаты и генерал По столовой ходят Это кушают Он говорит Так вот Ну пусть у труппажоров Там мясо Мясо Положено же А он говорит Ну положено ешь Он говорит Так не положено мясо Не положено не ешь Но он имеет в виду Что по уставу положено Он говорит Ну положено так ешь Он говорит Ну в тарелку-то оно не положено Он говорит Ну не положено не ешь Это анекдот, как раз смех над тем, когда мы вырываем что-то из контекста в той же самой Библии. Бог может убить? Конечно, может. Он убивает? Нет, не убивает. Он может убить по плоти? Да. Он может убить по духу, по сущности? Нет. Понять это может, когда ты сам этим становишься. Как Павел писал, кто меня разлучит от любви Христовой, от любви Божьей? Кто меня заставит убить человека, убить животное, сотворить кому-нибудь зло? Никто. Раньше меня заставлять не надо было. Я сам это делал. Когда я познал истину, попробуй заставь меня. Я могу это делать? Да. Я свободен? Да, я могу сделать. Я свободен остаюсь. То есть я свободен, я вечен, я свободен. Все сущности бытия во мне присутствуют. Я любовь. Ты же раб, ты же не можешь делать, ты же не свободен. Да, я раб любви, добровольный раб любви. Опять антиномия. Добровольный раб. По идее, это невозможно в одном стакане. Итак, еще раз возвращаемся. То есть мы с вами видим, во-первых, это завет вечный. Это тоже надо понять. Обязательно. Первые девять глав в книге Бытия – это вечный завет Бога. Он не изменен. С него началось, к нему все вернется. В Царство Небесное. Где мы будем вечны, свободны и будем пребывать в любви, потому что любим. Потому что то, что я вам сейчас только что все это рассказывал, все там будет присутствовать. Потому что там будут те люди и духи, которые на земле проявили эту божественную любовь. Тебя будут заставлять, тебя будут самого убивать. Тебе дадут, как кто смотрел какие-нибудь фильмы про фашистов. Когда человек в концлагере, нацисты издевались, давали в руки пистолет другому заключенному. Или убей его, тогда сам останешься жив. Нет, мы вас обоих убьем. Просто издевались. Потому что сами уже такие дьяволы. И вот так они развлекались. Им нравилось, как страдает этот человек. Он там весь слезами вливался, но так хотел жить, что все равно убивал своего заключенного на радость этим обезумевшим людям. Нормальный человек, познавший вечно, что ему переживать-то? Ну, застрелит меня. Моя жизнь Христос, а смерть приобретения. Они мне еще услугу окажут. Я свободен. Через это я сам себе говорю, я оказался свободен. Иисус говорил, не бойтесь убивающих тела. Я свободен. Я абсолютно свободен. Через это ты познаешь свою собственную свободу. То есть, меня даже убивают, а я не творю то, чего мне хотят заставить. Даже уж сейчас неважно, хороший или плохой. Я свободен. Вы знаете, какое это великое счастье дает человеку, душе человека, осознание того, что ты свободен. Ну, естественно, если в этой свободе ты творишь добро, ты обретаешь полноту, счастье. Давайте подведем итоги. Бог говорит с человеком. И вообще, я, конечно, с вами сегодня многое не вспоминал. Мы с вами не перечитывали. Я ролик поставил. Так как вы смотрите все-таки на канале Христалю проповедью, вопиющую в пустыне веганой, я их делаю, стараюсь все-таки в свободе слова по большей части делать. Хотя в последнее время много опираюсь на писание. Просто, ну, потому что сейчас по книге Откровений у меня много выходит. Они вот такого вот формата. А так, кто помнит, все-таки здесь я стараюсь больше в свободе слова говорить. Итак, мы хоть много там пропустили, дословно с вами сегодня не перечитывали 9 глав книги Бытие. Вы можете после этого видео, если вас заинтересует, загорится сердце от моих слов, перечитать. То Бог говорит с человеком как? Только через сердце. Адам, Ева, Каин. Вы помните. Почему это не только в раю? Я не зря вспомнил. Адама с Евой и обязательно Каина. Это уже после грехопадения, после того, как они одежда в этого убитого животного, после того, как они вкушают смерть, после того, как земля проклинается за них. А точнее, просто в них она проклинается. Точнее, это она проклинает Адама с Евой. Поэтому тернии волчицы произрастет она ему. Поэтому ты будешь, Ева. Именно поэтому она будет в болезнях и мучениях рожать, потому что сама убила животное. Так что? Это Бог только с Адамом и с Евой говорил в сердце? Нет, он говорил и потом со всеми допотопными людьми. Каина идет убивать Авеля. Что мы читаем? Бог в сердце его обличает. Если идешь на доброе дело, почему у тебя? Какого перепуга голова поникла, к земле прилипла? Чего глаза-то к небу не поднимаешь? Грех, он говорит, при дверях лежит. Но ты? И еще, да. Грех при дверях. Дерево, познание, добра и зла. Неправильно написано или прикровенно. Надо понимать лже. Добра и зла. Потому что зло никто в чистом виде не вкушает. Мы все зло всегда, всякого демона мы облекаем вид ангела светлого. То же самое. Древо познания добра и зла подразумевается... Потому что древо жизни это есть древо истинного добра, любви, свободы и вечной жизни. Оно же было древом жизни. Любя, пребывающий в любви и имеет жизнь вечную. Древо жизни, запомните, это и есть древо любви. Это и есть Христос. Это и есть истина. Это и есть Бог. А древо там, я не знаю, раньше только кавычек не было. До нас до так дошло, каких я только толкований не слышал на это древо познание добра и зла. Там добавить надо одну приставку. Лже добра, псевдо добра и зла. Потому что вы еще раз обратите внимание. Я беру всегда, когда я свою проповедь говорю, я все говорю всегда близко к реальности. Вот сейчас это расистская агрессия против Украины. Вы слышите? Они же все благими намерениями прикрывают. Они что? Они добра желают. Они дошают, мы добренькие. Мы вот кидаем бомбы, мы добренькие. Вы послушайте пропаганду. Поэтому познание лжа, добра и зла подразумевает, что никто зло в чистом виде не вкушает. Тебя дьявол берет в такие, в развилку в такую, ты якобы тут, а на самом деле ты уже вышел. У меня полно роликов на эту тему. Найдите на канале, если нет, пишите в комментариях, я отдам ссылки. Дьявол тебя из истины. Ты из истинной развилки между древом жизни, пребывающей в любви, пребывает в жизни вечной. Ты из этой развилки просто вышел и попал не в развилку между добром и злом настоящим, а попал в развилку вот эту вот, в дьявольскую. Ты на самом деле уже во зле. Он тебе дает якобы два выбора, только это ложные. Ты ничего не выбираешь. Ты между злом и злом. Просто одно зло обличено, не обличено ни в чем в чистом виде, а другое зло облекается в светлую начинку. И ты думаешь, ой, я же вот добро выбираю. Так что вот так вот. Так что? Бог говорит только в сердце человека. Вам не бумажек, ничего. Бог не с неба не громыхает там молниями. Человек. Каким мы видим человека в раю? Да и потом. Всю историю допотопного человечества. Человек предоставлен самому себе. Абсолютно свободен. Имеет силу. Силу противостоять греху. Если бы этой силы не было, человек был бы немощным. Бог был бы действительно виноват в том, что вот, да, змееныша пустил тут в Эдемский сад. Еву тут дал. Адаму, да. Дерево тут это позволило ему тут расти в раю. Одно бы древо жизни было бы. Древо. И вообще, что такое символ древа жизни, древо познания добра и зла? Это символ свободы опять. Это символ выбора. Это не потому, что Бог их насадил, такое нехорошее древо зла. Бог просто есть. Он не может быть другим. А Бог есть свобода. В Нем есть выбор. Бог мог создать другого человека? Нет. Просто его копия. А он такой. Вот и все. Он нас не созавал. Он просто как клеточка от клеточки отсоединилась. И все. Если так вот образно говоря. Мы можем быть другими? Нет. А он может быть другим? Нет. Он есть вечность, свобода и любовь. Бог не может быть рабом. Он не может быть несвободен. Над Нем нет никого. Кроме Него самого. Он ничего не боится. Ни рая, ни ада, ни бесов, ни ангелов, ни людей, ни царей. Он один. Он ничего не боится. И ни к чему, так скажем, ничем не обольщается. Это очень важно понимать. Вот эти вот вещи. Имел человек противостоять греху? Конечно. Бог бы не давал, так скажем, заповедь, если бы он не имел. Я имею противостоять греху, силу, не убивать животных, людей? Конечно. Я, если это делаю, делаю по добровольной воле? Конечно. Дьявол и падше ангелы по плоти свободно общаются с человеком. Словом и телом. Бог не вмешивается. Надеюсь, вы тоже понимаете, что та змея, которая якобы Еву соблазняла, это не змей. Это действительно ангел. Он был точно такой же по виду. Я еще раз не зря вам сегодня это употребил, это выражение, что и так и есть, что ангелы всегда являются в образе людей. Да они такие же, как и мы, просто надо понять. У них немного другая сущность, но по сути они ничем от нас не отличаются. Они такие же свободные. Они творят добро и зло. Они испытывают тоже удовольствие и боль и прочие вещи. Есть небольшие отличия от нас. Какие? Узнаете, когда с ними встретитесь. Кстати, сколько грехов совершила Ева в раю? Один? Два? Десять? Греха она совершила два. Убила животное. И переспала с Деницей, с дьяволом. Изменила своему мужу Адаму. Каин-то от кого? Это семя дьявола. Вы думаете, Адам своего что ли выращивал? Нет. Помните, как Иосиф принял Марию? Это же не было семя Иосифа. Это было семя Божье. Ева изменила Адаму с дьяволом. Дьявол это Деница. Это не бес с рогами, надо понять. Это Деница, светлый ангел. В душе только он уже был черный. Если вы читали книгу Еноха, то вы знаете, что изменил, что не только сатана переспал с Евой, она от него зачала. Это сделали еще треть духов, которые точно так же пошли на сторону зла и точно так же стали входить к дочерям человеческим. Я думаю, что кто интересуется всеми этими вещами, все это знает. Книга Еноха. Вперед с дорожкой изучать. Дьявольский мир, он не где-то потаен. И сейчас для нас только козни и мысли дьявольские, потому что мы его по плоти не видим. Тонкий мир, он такой же существующий, как и мир видимый. Просто тонкий его правильно называть. Это иногда неправильно называть невидимый. Невидимый мир – это мир наших мыслей. Это мир всего, что внутри меня. Потому что мир невидимый, как Павел писал, все невидимое мы познаем через созерцание видимого. В науке есть такое понятие, как атом. Дальше за атомом энергия невидимая. Проходя эту грань, появляется видимый мир. Мое слово, моя мысль воплощается в слове. Это язык, рот, ну или вот дело, руки, как угодно. Вот все, что невидимое, да, есть невидимое. А есть видимое. Можно это разделить? Нет. Мы когда умираем, мы становимся невидимым? Нет. У нас все равно всегда духовное тело. Ангелы невидимые или духовный мир? Нет. Он просто тонкий, точно такой же тонкий, как я сейчас за этой стенкой просто не вижу ту комнату. Вот и все. Она существует, да. В той комнате полно вещей, там может быть даже людей, если это жилая комната, конечно. Она что, не существует? Конечно, существует. Она просто не существует, потому что я сейчас дебил и не все вижу. Но есть действительно невидимый мир, познать который в принципе невозможно, потому что его в принципе без видимого мира не существует. Был ли мир, как говорят, Бог невидимый без проявления своего видимого в материи? Никогда. Бог всегда существовал. И в материи, и в нематерии. Всегда. Он просто есть. Он всегда был, есть и будет. И как мы видим, в этом раю абсолютно весь мир был видимый. Весь тонкий мир, все ангелы, все жили на одной земле. И Бог не вмешивается. Первую историю мира Бог вообще не вмешивал. Он просто есть, он не может здесь не вмешиваться. Мы видим, что он, конечно же, как заботливый родитель, отец и мать, наш родитель. Что делает? Нас воспитывает. Он, естественно, и Адаму, и Еве, и Каину, и дальше. Всем говорил, что вот, да. Даже когда Каин убил, что дальше, Бог говорит, в сердца всех людей? Кто убьет Каина, тому всемиро воздастся. Не вздумайте, никакую кровную месть там придумывать, что потом люди придумывают. Нет, нет, нет. Это голос звучал в сердце всех людей. Но они все равно переступили эту границу и докатились до того, еще раз, последний раз на этом акцентирую внимание, помышление сердца человека, суть зло во всякое время от юности его. Итак, падшие, итак, фиксируем. Падшие ангелы, давайте еще раз, и переходим к следующему. Бог говорит человекам только через сердце. Человек, предоставлен самому себе, абсолютно свободен, имеет силу противостоять греху злу. Дьявол и падшие ангелы по плоти свободно общаются с человеком, словом и телом. Бог не вмешивается. Следующий этап, я его назвал «Заповеди человеческие в устной и письменной форме». Второй завет или ветхий так называемый. Давайте немножко почитаем, что я написал. Люди всех племен и народов начинают жить по заповедям человеческим. Обращаю ваше внимание на слова Иисуса Христа, на Евангелие. Иисус никогда, по крайней мере в том Евангелии, которое до нас дошло, никогда себя не ассоциировал с законом Моисея. Или вот как называемым Ветхом Заветом. Я говорю, никогда не впихивайте туда девять глав до потопного человечества. Вот со всем остальным, что до нас дошло. После этих девяти глав, даже в книге Бытия описано. Но не путайте, это разные отсечки. Был потоп, все. Второй шанс. Бог показывает. Про потоп я тоже рассказывал. Надеюсь, у меня ролик на канале. Потоп на клавиатуре введите и выйдет ролик. Бог плохой, не прохой. Почему там потоп был. Мы же все, когда вот такие происходят, тут зло кругом. Где же Бог? Почему не вмешивается? Бог показал. Да, хорошо. Ты хочешь такую школу жизни? Я покажу. Вот смотри. Вы творите зло в полной свободе. Я вмешиваюсь. И что? Что это изменило? Ничего. Конечно же, дальше надо знать историю Ноя. Сима, Хама и Афета, трех его сыновей. И дальше пошло и поехало. Аврам, Исаакаков. И то это уже, так скажем, так называемое выделение одного народа. Ну, вы помните, что там после сына Ноя, что там уже стали выстраивать Вавилонскую бажню. Все друг с другом переругали. Потому, что стали люди ненавидеть друг друга. Плюс против Бога бастовать и так далее. А бастовать они стали, потому, что они стали ненавидеть друг друга. Все, вы это помните. Ничем это не закончится. Потом Бог и сказал. Я вам раз показал, что когда вы там взываете, где же Бог, вот тут вот рашисты напали на Украину. Почему Бог не смоет всю эту нечисть рашистскую. Бог уже показал, что это ничего не дает. Бог один раз показал. Вы хотите, чтобы вам было по плоти? Не потому, что Бог злой. Все вечные все равно. Все души, которые ушли, все перевоплотились и заново стали рождаться. Да, у Бога вечность, у Бога нет. У Бога есть только изменение формы. Уничтожить ничего невозможно в этой вселенной. Все только переменяет свои формы. Но Бог нам показал. В потопе мы с вами какой сделали вывод после этого первого класса? Что от того, что ты всех уничтожаешь, ничего не меняется. Ничего. Хоть ты их каждое поколение смывай. А у нас надо каждое поколение смыть. Потому, что каждый проходит свою жизнь. Ну, что тогда? Сколько до бесконечности будет от потопа? Бог показал нам, чтобы мы больше вот этим не занимались. Где ты, Господи? Куда ты смотришь, когда тут такие... Чтобы мы поняли, что это школа жизни. Ты можешь ее сдать, потому что ты вечен, и отправиться на небеса. Можешь не сдать. Потому, что ты вечен, и отправиться в противоположное место. Бог нам показал. До сих пор люди... Где же Бог? Или где ваш там Бог? Да, Бог тут при чем? Где же Бог? Вот война творится. Так не убивайте. Знаете, анекдот такой есть. Со смыслом. Когда люди там вопиют к Богу. Ну, что же, вот как же? Как же сделать, чтобы никто никого не убивал? Он говорит, не убивайте, Бог. Он отвечает, как сделать? Не убивайте. Какой вопрос, такой ответ. Что сделать, чтобы люди не убивали друг друга? Не убивать. Куда еще проще? Какой еще ответ должен быть проще? Важно понимать, что потом ни одной из заповедей, начиная с Ноя, как нам это в 9 главе описано, якобы это Бог говорил ему эти уста. Запомните. Это уста Ноя. Это за, это за, это Ной. Первый. Вустный. Возможно, он даже это письменно зафиксировал. Вы думаете, кто книгу Бытие написал? Моисей, что ли? Я всегда говорил, забудьте об этом. Моисей никакой книги не писал. Моисей даже закон не писал. Он там, конечно, писал, набрасывал куски. Но в том виде, в каком мы имеем, это писал не Моисей. Это уже сборная солянка еврейского народа. Его последователей. Ну, хорошо, собственноручно, здесь заповеди написали. Переписал. Или переписал. Ну, понятно, там скрижали, потом разбил. Потом еще раз вы все это помните. Да, хотя первые-то были рукой Божьей якобы написаны. Да, они незримо появились. Все это, конечно, рассказывали. Все это, вы можете мне тысячи вопросами закидать. Но все ответы при моем чтении Ветхого Совета. Приглашаю на свой канал Христолюб. Чтение Библии и их Писания. Там все ответы на все вот эти вот вопросы. Или, как вам может быть, кажется, несостыковки. Так Бог или не Бог написал. Все надо просто это вырывать из контекста. А если ты читаешь последовательность, все там видишь, как там все происходило и как все закручивалось. Естественно, то, что написали, что это якобы Бог там говорит при Ной, это, конечно, абсолютное бред нечеловеческие. Все это заповеди человеческие. Это уже Ной, не способный переступить от рельсы, от греха убийства против животных. Он уже хотя бы пытается минимальную планку удержать. Потому что вот вы все, вы же Ной-то остается один на земле. Конечно, он что своим детям говорит? Вы не вздумайте друг друга убивать. Вы же братья. Ну все, стоило нам только расплодиться, колено до пятого. И кто там? Дети хама. Да какая разница? Тем более еще над прапрапрадедом посмеялись. Давай их колотить. Оно их варит. Конечно, когда тут его единственные дети, даже несмотря на то, что хам смеется над ним, за то, что он там припил немного. И что тут такого? Вместо того, чтобы покрыть отца своего, он над ним насмехается. Несмотря на это-то. Он говорит, не убивайте друг друга. Всякому, кто прольет кровь, будь того, кровь пролита. Это уже заповеди ноя. Я говорю, там уже какая-то минимальная планка есть. И я не говорю, что надо убивать друг друга. Естественно, да. Но уже планка настолько падает. И все это заповеди человеческие уже. Все это уже изрекается устами человеков. Да, не самого грешного. Да, к людям он более-менее нормально относился. Я говорю, ну пожалуйста, я там кто знает, кто последовательно со мной читал, видно, как он не смог отречься от злоубийства животных. И у них кто не просил никакие жертвы приносить. Он сам это делает. По своей тупости и недалекости. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид, Соломон и все пророки. Это уже все заповеди человеческие. Не говоря о том, что там... Конечно, Бог со всеми людьми. Конечно, там есть и откровения, и пророчества, и обличения, и видения, и явления. Все там есть. Но Бог не нарушает свободу человека. И Бог открывается людям так, как они способны его понять. Это очень важно тоже понимать. Это уже гибрид. То, что мы видим, историю Ветхого Заята, так называемая, это уже гибрид. Это уже деятельная жизнь, как есть книга «Деяния апостолов». Уже то, как они жили во Христе, так и это. Как они жили, что-то где-то услышав, что-то с Божьим откровением. Это книга, это история жизни, взаимоотношений человека с Богом. Это школа жизни, как Бог учил. Каждый из этих пророков, они все разные были. Я люблю Иосифа и Даниила, потому что они действительно были такими светлыми, чистыми душами. Даниил, судя по книге, вообще был веганом. Конечно же, эти люди вызывают у меня любовь. Но читаешь других пророков, там мало чего доброго-то. Сами еще те. Это очень важно понимать. Поэтому все это уже, это уже заповеди человеческие. Неважно, в устной или письменной форме. Ну, якобы от Бога. Я всем рекомендую всегда хоть раз в жизни прочесть Коран. Он написан один в один, как Ветхий Завет. Все от имени Бога. И Бог, естественно, плохой, а я хороший. Это всегда так. Все этим языком написано. Не найдете ни одного отличия. Итак, люди всех племен и народов начинают жить по западам человеческих. Изрекаемые в устной, но и Авраам и Аков, и письменных формах, Моисей и прочее. От имени Бога, хотя должны водиться духом святым. Это мы с вами что-нибудь прочитаем в Деянии 7.51. Суть которых далека от истины, что вечный Бог есть свобода и любовь. Начинают строить Богу жилища по всему лицу земли. Вы помните, сначала Бога в гробик поселили под названием Ковчег Завета. Ну, а потом Соломон окончательно построил ему склеп, как я говорю. Дом Божий, в котором этот ковчег, этот гробик и похоронили в этом склепе. С тех времен у Израиля одни проблемы, начиная с того, как они его в гробик поселили. По всему лицу земли создавали религиозные культы. Я привожу как раз из Деяния, место мне очень нравится. Я что-то, видите, своими словами написал. На картинке это один из пророков, которого тоже, в кавычках, очень любил собственный народ. Заковывал вечно его в кандалы. Ну, а я вам немножко из Деяния прочитаю. Соломон же построил ему дом. Это речь первомученика Стефана, описанная в книге Деяния, седьмая глава. Соломон же построил ему дом, ну вот Богу, в котором окончательно гробик поставили, задвинули. И удачно Соломон про него забыл и понастроил кучу капищ по всему Израилю. Каждому какому только можно Богу. Но Всевышний, Стефан говорит, не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк, небо престол мой, пророк Исаи, и земля подножия ног моих, какой дом построите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего найдете? Не моя ли рука сотворила все это? А вот на кого я презрю, на смиренного и на сокрушенного духом, и на трепещую пред словом моим. Но как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, ну или во зле по-русски читай, так и употреблю я их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Жестаковые люди с необрезанным сердцем, они вообще-то были обрезаны, кто знает, по плоти евреи, да? А Стефановым говорит, вы необрезаны, жестокосердные, жестокошейные, ну это вот железная шея, несгибаемая, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противилитесь Духу Святому, как и отцы ваши во всю историю Ветхого Завета. Так и вы, кого из пророков не гнали ваши отцы, они убили предвозвестивших пришествие праведника, речь уже идет об Иисусе Христе, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон, закон Моисеев, и прислужение ангелов и не сохранили. Вот речь Стефана. Я поэтому ничего своим словами не писал, я ее распределил. Как видите, я все делаю по три картинки тогда, по три такие этапа. Давайте подводить итоги, да, опять. Бог, человек, дьявол. Бог говорит человекам через бумажки, написанные людьми. Это надо зафиксировать. Человек сковывается законом, что у Ноя, что в устной форме, у Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, что у Моисея уже в письменном, и там кто дальше за ним все это продолжали, дополняли, что там уже Талмуд не исчез, это количество страниц. Все это человек сковывается законом избирать зло, ибо избравшему зло смерть, то есть человек свят внешне по неволе. Мне когда, знаете, что когда веганы любят ссылаться на это, не убей там, трупажорам доказывают, особенно верующим там, трупажорам, что вот, Бог же сказал, не убей. И я сам не то, что заступаюсь за трупажоров, но я обличаю веганов. Говорю, вы знаете, на что вы ссылаетесь-то? Что сейчас то же самое, так называемые, там, расисты, ну, не расисты эти, наоборот, эти, нет войне, да, кто вроде бы в лагере, в которых я нахожусь, но только я полный пацифист, да, а они вот ссылаются там, тот же религиозникам, тем же самым православным, которым сейчас расисты спокойненько идут, режут украинских православных, да, тоже ссылаются на это, не убей. Я говорю, вы хоть почитайте, на что вы ссылаетесь? Вы ссылаетесь на заповедь, якобы, из десяти заповедей, на не убей. Только почему-то каждая заповедь, вы вообще их читали, она вообще-то каждая, причем уже не где-то там дальше с толкованиями, столмудами, нет. Сами заповеди так звучат, все они сопряжены с заповедью и со смертью, и как казнью за ее несоблюдение. День субботний почитай, а нет, побейте его камнями. Почитай отца твоего мать, а нет, забейте его камнями. Не прелюбодействуй, а нет, побейте его камнями. Это заповеди Божьи. Это школа жизни, которую захотели сами люди. Бог попускает. Я вам дал полную свободу. Во всей этой школе человечества видно опять, что Бог есть абсолютная свобода. Вы хотите жить, вы должны жить в свободе, в абсолютной. Поживите. Докатились до всемирного потопа, потому что по мышлению человека суть зло во всякое время от юности его. Хотите жить по бумажкам, боясь то, что грех какой сделал, башка с плеч. Пожалуйста, поживите так, посмотрите. До чего докатились? Стали свято жить? Никого не бравили, не грабили, не убивали, не насиловали. Где же сам еврей? Смешно даже вслух такое произносить. Кто читал историю Ветхого Завета, историю израильского народа? Еще как. Резали, грабили, насиловали, убивали, прелюбодействовали. Друг с другом, с кем только не есть. Закон связывает человека, а не святый на самом деле, нет. Убери сейчас из-за общества человеческого закон за убийство, что там смерть, за воровство. Да в мире такой ад поднимется. У нас люди не воруют, не грабят, не насилуют, только потому что сидеть неохота. Где-то быть убитым, где вот такие порой законы даже в уголовном кодексе, что там из-за прелюбодеяния вплоть до смерти, да, где-нибудь сейчас в мусульманских там странах. Святость по неволе я ее назвал, да? Человек свят внешне по неволе. Он может сам убийца, хоть только и думает, кому бы голову прострелить. Ну, за это вроде как смерть, смерть за смерть, око за око, зуб за зуб. Но я и зуб не выбиваю только потому, что, блин, мне потом выбьют. Так бы я ему полчелюсти выколошматил бы. Дьявол и падший ангел имеют доступ к человеку, но только с разрешения Бога. Это откуда? Это из Иова. Ну, и понятно, там много, где Ветхом Завете. Я просто очень яркий беру пример, кто знает, это прямо история тоже Бога общения. Во-первых, не путайте, что если книга Иова в синодальном каноне стоит почему-то непонятно там где, вроде не в конце, а не в начале, я ее по духу ставлю в моем списке, в моем каноне библейском. Она находится между, на рубеже Ветхого и Нового Завета. Там есть глубокий смысл, почему она стоит по духу. Но по плоти, кто знает, эта книга, в принципе, должна занимать место, равное на одной полочке с Ноем. То есть, даже считается, что некий этот Иов, который жил, это вот как раз из первых людей. Ну, по сути, так скажем, вот был Авраам, да, вот был Иов там среди языческого народа, да, или еще что-то. То есть, это где-то там в самом начале, по сути, да. То есть, это такой антипод и Израилю тоже, в том числе, считается, да, и что он был праведен тоже пред Богом. Но если там Бог стал являться якобы, вот там, начиная от Авраама, Исаака, Иакова, и там, как бы, стал показывать себя, да, то якобы там он, как бы, просто человек сам живет свято, чувствует Бога, но Бог, как бы, вот его не трогает, да. Вот, и из истории с Иову мы, как бы, видим в этом, да, что дьявол не мог ничего сделать Иову, пока Бог не попускал ему. Это очень важно. И действительно, Ветхий Завет, это так. И, я говорю, и что Ветхий Завет, а потом в новом, просто, как воспоминание, мы найдем, что действительно, если бы Бог, как говорится, не сдерживал, то дьявол давно бы разрушил мир, да. Это такое, так скажем, всем известное богословие, основанное на Писании. Ну, мы, в общем-то, глядя на жизнь, это понимаем. То есть, если в раю Бог свободный доступ имел, да, и он еще и видимый был, то сейчас он невидимый, но, потому что мы же не видим козни дьявольских, да, для нас тонкий мир закрытый, но Бог на него и уздечку, ошейничек накинул, да. Если в раю мы все вот так, ну, потому что мы в равных были, мы их видели, они видели нас, то есть, это не какое-то внутреннее искушение, обольщение, да, я думаю, что это я помышляю, да. Там прямое было искушение, вот, перед Евой сам Деница стоит, светлый, красивый, сексуальный, умный, да, только злой, лукавый, нечестный, обманщик. Вот, соблазнил ее под шашлычок, вот, каких они там грехов-то натворили, да, убив животное, изменив Адаму. Итак, еще раз фиксируем, переходим к третьему этапу. Бог говорит человекам через бумажки, написанные людьми, Бог говорит, вы так хотите, да. Вы хотите меня в гробик поселить? Ну, хорошо, я поселюсь в гробик. Хотите меня в склепик поставить, этот гробик в склепике замуровать? Ну, хорошо, я и там замуруюсь. Как вы будете жить без меня? Гробик, это я называю Ковчег Завет, я надеюсь, вы понимаете, да, аналогии можете сами довести. Склепик, это храм Соломон, который построил ему, да, и успешника забыл там про Бога. Человек сковывается законом, то есть все. Казалось бы, ну, мир как-то существует, потому что законы есть, да, как говорят, но на самом деле люди себя не познают, не познают окружающий мир, других не познают. И он думает, о, какой хороший человек, рядом сосед живет, да ты просто не знаешь, что он тебе каждый день мечтает по башке надавать, потому что просто боится закона, что его просто головы лишат, вот и все. И дьявол, и падший ангел имеет доступ к человеку, но только с разрешением Бога. И по поводу законов. Вы же знаете, что закон, что дышло. Куда подул, туда и вышло. Закон как бы есть, а толку-то? Эти законники, мы с вами переходим к третьему классу, спокойненько. Мы с вами уже, в принципе, об этом прочитали. И эти законники предателями и убийцами сделали с кого? Самого вечного Бога любви, во плоти явившегося людям. Итак, мы с вами переходим к третьему классу. Это когда, еще раз, вечный Бог-любовь, Иисус Христос, во плоти, который был, есть и будет всегда, явился людям в этом мире, в грубом мире, из тонкого мира. Я вам прочитаю просто Евангелие. И пришел в Назарет, где был воспитан. Назарет, где был воспитан. По обыкновению своему, он пришел в день субботний в синагогу и встал читать. И подали ему книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел то место, где было написано. Дух Господень на мне. Ибо он помазал меня благоествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им. Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. Какая прекрасная речь. Благоествовать нищим. Исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. Что люди, слышавшие это, захотели сделать с тем, кто это произнес. С Иисусом. Я помню, когда стал это говорить в такой свободной форме. Евангелие. Мало кто читает на моем канале. Слушает там вместе со мной или сам. Да. Что люди эти захотели сделать-то? Вот с этим, кто вот такой вот провозглашает. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Обратите внимание, где все это происходит. Это не среди каких-то каннибалов, вурдалаков, рашистов или как там любят, укропов называть. Да. Нет. Это в синагоге происходит. Это люди, которые живут по закону Божьему. Хотя это закон Моисея. Я помню, что-то слушать. Я вам фразу оборвал. Давайте я здесь еще, пока мы не ушли от закона. Я просто скажу. Вы это, может, после меня приправите. У меня есть отдельное видео на эту тему. Можно все на канале найти. Иисус никогда не ассоциировал себя с законом Моисея. Никогда не называл его своим и никогда не называл его законом Божьим, законом Отца своего. Никаких подобных оборотов он никогда не употреблял. Наоборот, в противоположность этому, он всегда говорил, что записано в законе Моисея вам. Что Моисей сказал вам, причем не нам. Он себя не говорит. Мне это не надо. Он говорит вам. Он не говорит, что нам. Я еврей. Как говорит Иудею любит Иисус. Иудей из Иудеев. Там из него законника понаделали, религиозники. Нет. Иисус никогда себя с ним не ассоциирует. После моих слов, если вы хотите, не верите мне, перечитайте все Евангелие. Все четверо Евангелия. Вы думаете, я не изучал этот вопрос, чтобы такие вещи утверждать. Никогда он себя с ним не ассоциирует. Он не говорит нам. Он говорит, Моисей сказал вам. Он не говорит, что в законе Отца нашего что написано. Он говорит, потому что ваш отец дьявол. Ваш ему отец отражены отцы. Вас тех. Он не имел в виду, как там тоже, конечно, язычники, я знаю, извращают. Что вот он их назвал, вот этого бога ветхого завета дьяволом. Да нет, конечно. С Моисеем говорил Бог? Говорил. Моисей его слышал наполовинку, если хорошо. А там вообще на десятинку. Вы думаете, Бог не хотел, чтобы Моисей был абсолютной любовью? Хотел. Он был, знаете, способен? Нет. У него очень жестокое такое каменное садистское сердце. Вся его история жизни началась с нескольких убийств и продолжалась до последних времен. Это очень жестокий, жестокий такой человек. Он и Бога таким видел. Бог пытался ему открыться как любовь, он его не слышит. У него сердце каменное. Он способен убивать тысячами из своего народа, когда они там что-то делают нехорошее перед Богом. Тысячами просто вырезать. Давать приказы и это делать. До чего довел такой закон-то? Довел он до совершенства. Чем закончился, мы с вами видим. Мы, кстати, да, как-то, может быть, не так. В принципе, я вам все это произнес. Видите, тоже, хотя и перескакиваю, взрослые, мы же с вами последовательно очень идем. То есть, еще раз мы с вами подытожили, да, всю историю-то. Началось с Ноя. С заповедью не убей, кто прольет кровь, того рукой прольется кровь. Чистоятельство, чем закончилось, убивают Христа. Так вот, Христос является, убили-то его как бы в конце жизни. Но ведь немногие знают, что вот такая подробность в Евангелии у Луки. Мы, оказывается, узнаем, что его еще в начале своего служения хотели убить в собственном городе, в собственной синагоге. В городе, где он вырос. Люди, которые знают там друг друга. И раньше села даже не то, что сейчас еще меньше были. Там все друг друга знали. Там две улицы, на которой два рода живет. Все друг друга знают. Я не дочитал? Давайте дочитаем. Услышав это, все в синагоге исполнились с ярости и, встав, выгнали его из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы сбросить его. Вообще себе эта картина. Вот мы когда читаем Евангелие, все говорят, вообще когда читаете, вы покружаетесь в события, в которые вы читаете. Вы их перевариваете, вы останавливаетесь, вы задумываетесь. Это начало Евангелия. Здесь я вам не сказал, откуда цитирую. Это начало Евангелия от Луки. Самое начало. Иисус только выходит на проповедь. Он первый раз сходил в Иерусалим, где всегда описано, что у Иисуса было три походки в Иерусалим на праздник. Он туда сходил, там он уже чудеса потворил. Но это можно назвать началом служения. Но в принципе до этого он еще в некой Кане Галилейске и воду вино притворил, вы помните. Но именно служение открывается вот в собственном этом городе. Потому что вернувшись, многие даже знали уже, что он там кое-что вытворяет, чудеса какие-то. Не все же их собственными глазами видели. Но по сути его служение начинается в собственном городе. Он поэтому потом и будет говорить, что нет чести пророку, а точнее без чести пророка. Но нет чести, пророк не может быть без чести, вернее. Любой пророк, Иисус так говорит, лучше по-другому не пытаться склонять, лучше произнести, как это произнес Иисус. Пророк не может быть без чести. Разве только в Отечестве своем, и у родственников своих, и у близких своих. Так и случилось. Иисус сначала прожил это, потом с нами делился, прокладывая нам путь делом и словом. Нет пророка без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, среди сродников своих, знакомых, близких, друзей. В собственном городе, в синагоге. Чему их тогда там учат в этой синагоге, если они человек, какой бы он псих ни был, еретик, головой поехал. Ничего не стоит, ничего не стоит просто взять парня молодого, 30-летнего, просто сбросить, выкинуть со скалы. Когда мне рассказывают, что там законы, это какие-то вешки там, или какие-то там, знаете, я каких только образов не слышал у религиозников, у православных там. Что это вот закон там, да, или, ну, Павел писал, что закон просто не доводит до совершенства. Я говорю, слушайте, вообще Евангелие когда-нибудь читали, это вот это вот, не доведение до совершенства. Да они, парня, который в синагоге встал, прочитал пророчество Исаии и сказал, что это обо мне, да кем бы вы, пусть бы вы почитали, что у него крыша поехала, что они и читали. Вы помните, они его не раз пытались сами родственники в дурку положить, об этом Иисус, мы из Евангелия об этом всем знаем, как все это было с Иисусом, что пришли взять его, ибо считали, что он вышел из ума, выжил из ума, вышел из себя, как там в синодальном переводе написано. Я надеюсь, вы все эти места знаете, поэтому я вам сегодня так фривольно рассказываю в таких роликах, посвященных каким-то темам в свободе слова моего. Это родной город, где он вырос. Люди не имели никакой жалости даже к собственному парню. Ну хорошо, назовите его юродивым, смейтесь над ними. Убить-то человека за что? Попытайтесь привести его к концу жизни телесной, к истине. Убить-то человека две секунды, он каким образом тогда в рай попадет? Это вы в ад полетели, его, как вы говорите, туда отправили. Вот вместе там сидеть и будьте. Если вы считаете, что он злодей, так и ты зло. А у нас древо познает добра и зла. Мы-то богохульника убили, мы в рай, а они просто сдохнут. А он просто сдохнут, а они в рай вот собирались, да, скидывая парня с 30-летнего парня с высокой горы. Жуть! Я помню, когда сам первый раз читаю, так скажем, осознаю это, вникаю, меня ужас берет. Это вот, закон не довел до совершенства. Какое тут совершенство? Какое не довел тут до совершенства? Это дно! Это дно! Вы из синагоги, в которой должны были там нищих кормить, больных исцелять, милосердие оказывать. А потому что есть закон, как Иисус сказал, люби ближнего, найти врага своего. А врагом? Народа, государства, церкви. Объявить любого в две секунды. И все. Без суда, заметьте, без всякого следствия. Просто. Вот вы вдумайтесь в это. Не по римским законам уже оккупированные территории, которые они являлись и обязаны были жить. Вы думаете, почему в конце-то Иисуса Пилата? Вы думаете, когда Иисуса-то распинали, они что к Пилату пошли? Что им прямо Пилатова, что ли, нужно было слово, чтобы Христа убить? Да нет, конечно, просто закон. Просто одно дело, там что-то в деревне вытворяет, никто этого не видел. Другое дело, когда они его хотели в центре Иерусалима распять. И уже такая слава просто через три года ходила. Тут какого-то, да, полоумного там выкинуть с горы. Это ладно. А там уже слава такая ходила. Там уж просто без вариантов было. А по римскому закону никого не имели права вот так убивать после самосудов, как у нас называют, линчеванием, судом народа. Потому что, кто знает, есть такое понятие, как римское право, оно именно с тех времен идет, что в Риме были очень такие строгие законы. Все их якобы старались соблюдать. И вот они многие вещи там говорили. И в Риме нельзя было у человека предать смерти без вот такого вот публичного рассмотрения, исследования, суда и тогда уж суждения. Почему именно и не смогли убить тогда, кто помнит потом дальше историю, а по некого Саввла, будущего апостола Павла, который все время требовал себя, будучи римским гражданином, требовал все время суда, вплоть даже до самого Кесаря. Римский гражданин мог потребовать суда перед императором, не просто так вам. Вот так вот. Но Иисус не был гражданином римского, не имел римского гражданского, в отличие от Павла. Но это мог потребовать в смысле исследования Цезаря, пересмотреть дело, пересмотреть, как сейчас есть Верховный суд. Но любого человека в Римской империи нельзя было просто так убивать там народным судом, вот этим линчеванием, как говорят там, да. Такого не было позволено. И как бы этот закон отменял вот эти все законы всех государств, которые страны, которые Римская империя на тот момент оккупировала. То есть она во многое не лезла в те страны государства, но Верховенство было, безусловно, римского права над всем этим. И тогда было все это запрещено. Именно поэтому они вынуждены были просто пойти там, чтобы Пилат им осудил Христа на смерть. Они и сами его давно осудили, вы же помните все. А здесь, как мы видим, без всякого суда и следствия. Вообще караул. Это закон, да. Но это ладно. Это как раз чем закончилось, оно же начинается наш третий класс. Я пишу дальше. После неудавшейся попытки убить Христа в самом начале ее служения, собственными соотечественниками за дело взялись профессионалы, наследники и дети тех своих отцов, ну видите, я уже немножко перефразирую рельс Стефана, который мы с вами чуть выше читали, своих отцов, которые всегда противились Духу Святому, гнавший, убивавший всех пророков и праведник по своим богам. Ну я речь Стефана перефразировал, еще раз вам ее в таком виде подал. Вторая попытка убить Христа оказалась уже успешной. Чем заканчивается, точнее, наш с вами третий класс, экзамены выпускной, который мы все с вами так праведные во Христе ожидаем. Закончится, я пишу все, двухтысячелетним. Я, видите, две картинки не просто так подбирал, они всегда очень говорящие. Найди называется «Семь отличий». Вы посмотрите на картинки. По-моему, все и так понятно без лишних слов. Закончится двухтысячелетний период христианства отвержением Христа внутри себя и принятием антихриста вовне. Ну, по сути, это прямо обратно пропорциональная зависимость. Убиваешь Христа внутри, истину. Читай всегда Христа как истина, Бог, любовь, свободу, вечность. Когда человек от всего это убирает, ой, я смертный, меня тогда трясут за свою жизнь. Нет, я за добро не заступлюсь, сам буду поступать, лишь бы жизнь свою сберечь, что Иисус говорил. Да, кто потеряет, тот сбережет. А кто сбережет свою временную жизнь, ради, там, если за добро не вступится, тот потеряет ее, потому что в тебе нет любви. И вот ты, когда все это изнутри выкидываешь, принимаешь по плоти кого? Антихриста. Да потому что... А почему ты его принял по плоти? Потому что он уже внутри тебя. Святое место пусто не бывает. Приходит туда семеро злейших того, кого ты выгнал. Чем закончится? Мы с вами все прекрасно знаем. Отречением от Христа на самом деле и по духу, и по плоти. А поэтому, соответственно, принятие антихриста и по плоти, потому что прежде приняли его по духу. Потому что оттуда, откуда выгнали Христа, приходит дух бесовский. А, соответственно, вместо принятия Христа по плоти ты примешь вот этого самого чудака. Итак, подводим итоги. Что мы видим с вами? Уж сейчас не от школы жизни, в которой мы с вами все живем. Еще проще подвести итоги. Бог говорит с человеком духом святым и через Писание. Мы сегодня не все. Видите, я итоги даже подвожу. Не только на основном, то, что я вам сказал, а чуть больше. Ну, давайте я. Я, в принципе, и писал эти, и думал, своими словами еще скажу. Конечно же, какой третий этап? Мы с вами видим, что Бог, Иисус, Бог-любовь, явившийся во плоти, вечный Бог-любовь, во плоти явившийся нам, давший нам путь святой жизни, что уходит туда, откуда пришел, и мы оставимся без него. Эти две тысячи лет, да, проходить христанской жизнью без Христа по плоти, но со Христом внутри сердца, то есть со Христом с Духом Святым. Он нам оставлен в двух вариантах. В бумажках. Евангелие, Новый Завет весь. И Духом Святым, как он сказал, который придет, наставит вас на всякую истину, то есть будет вразумлять, в том числе в Писании все это видеть, да, вот, и, естественно, будет тебя сам все наставлять, вести твоим путем, кто захочет, конечно же. Опять же, свобода. Крещение абсолютно добровольный акт, настоящий крещение. У нас, к сожалению, крестят восьмидневный возраст младенца, у нас крестят там юнцов, даже лишь протестантов, десятилетних. Слишком маленький возраст для крещения человека. Слишком маленький. Он не способен осознать все это. Ну, если он прям там сам выразил реальность, никогда родители об этом даже не заикались, если бы так вот выращивали, я бы еще это принял. Вот. А если там хоть какие-то намеки и рассказы о том, что это надо, это абсолютно неправильно. Он не понимает, зачем он это сделает. Святее он от этого не станет. Вот. То есть, конечно же, мы знаем, как с вами, как с нами, как говорят, работает Бог, да, в третьем классе. У нас есть и Писание, и Дух Святой, да. Человек освобождается от закона, приходит, можно сказать, в Завет Вечный, помните, который был от начала, как Иисус говорил, сам он туда не раз давал отсылки к первой главе книги «Бтия», и снова становится свободным, добровольно избирать между добром и злом. Вы помните, Бог ничем не угрожал, кроме того, что каждый получит просто по делам. И то, это не угроза, это просто Бог есть, потому что просто есть. Будет великое разделение, опять для чего? Потому что Бог есть любовь, каждый получит то, что хочет. На самом деле, кто будет в гиене жариться, ведь они же этого хотели. Они говорят, мы хорошие, мы ягненки. Пожалуйста, отправляйтесь к таким же, как вы, ягнятам, и посмотрите. Оказывается, вы все волки, а не ягнята-то. Ягнята-то все там соберутся. Человек освобождается от закона и снова становится свободным, добровольно избирать между добром и злом, святой жизнью в любви или грешной жизнью в ненависти, но по воскресенье за все дела придется дать отчет и получить достойное воздаяние от Бога. Дьявол и падшие ангелы подвластны человеку. Бог Иисус дал власть их попирать. Еще раз подводим такой итог. Это вот картиночка больше будет соответствовать. Сейчас общий маленький итог с вами подведем. Еще раз, первый этап по поводу дьявола. То есть, дьявол и человека. То есть, человек равный. Они друг друга видят, все слышат, все понимают, как два человека общаются. Второй этап. Дьявол не видим. При Моисее дьявол не видит, но так как он теперь и не видим, то Бог, конечно, нас уравнивает. В борьбе он не видит, но он и на привязи. Он в руке твоей. Помните, что дьявол говорит Богу по поводу его? Ты его из руки своей отпусти, а то ты его огородил, как я его испытаю. Тут он сразу тебя проклянет. Третий этап. Человек становится выше дьявола. То есть, мы уже имеем власть попирать. На самом деле, как я вам говорю, тут не выше, а на самом деле мы, можно сказать, сравнялись. Можно сказать, и сравнялись, и свыше. Сравнялись опять по духу, а выше стали по плоти. Потому что то же самое было и в раю. Имел человек свободу. Но опять же, не путайте. В раю мы были на равных, а тут выше почему попирать? Это очень важно. Побеждать нам, Бог дал, победу. Можем сковывать его, посылать в бездну. Это очень важно. Поэтому, конечно, по сути, мы как бы выше становимся. Хотя он становится еще и заощренней, потому что вот именно остается все так же невидимым и может нам противостоять. Это третий этап. Переходим с вами к четвертому классу. Это, кстати, благодаря чему это видео появилось. О Тысячелетнем Царстве у меня есть видео. Вот это вот полное видео появилось. Я когда по Тысячелетнему писал, ну и как бы делился своими мыслями, что да как, как я вижу, что будет. И тоже пришла записать такое видео, короткое, по поводу того, какой опыт мы приобретем, какие выводы мы можем из него сделать. Ну естественно, я стал размышлять от начала, и вот переросло в то, что переросло. Я то, что сейчас скажу по Тысячелетнему Царству, я потом вырежу этот кусочек, добавлю в избранную и добавленную страничку Тысячелетнего Царства и дам пересылки на это видео. Кто сейчас смотрит уже обрезанную вариант, найдете в описании ссылку на полную версию этого видео, которое я сейчас записываю. Здесь я его добавлю. Итак, те, кто будут праведными во Христе, во Второе пришествие воскреснут и будут на земле править тысячу лет с ним среди других прочих народов, в которые, сейчас мы кое-что тоже узнаем, будет ли они смертны или бессмертны, но не важно, тоже будет жить. Самая-самая верхушка айсберга и нечисть будет уничтожена явлением силы Его Второе пришествие, да, и человечество еще на земле проживет тысячу лет. Проживет в какой плоте? Давайте сначала почитаю, а потом поговорим. Тем, кто покаялся в Адаме и преобразился в Христа, покатить, сотворить плоды достойной покаяния, вы помните Евангелие, да, дана возможность уникального опыта после своего воскресения прожить тысячу лет на тленной земле в нетленной плоти, без козни дьявола и бок о бок, с Богом во плоти Иисусом Христом, написав свою жизнью, иную историю жизни первого человека после его сотворения, ну и дальнейшего грехопадения. О чем я здесь говорю? То есть, еще раз, тысячелетнее царство, что точно там будет? Кому интересно, перейдите на, найдите у меня на сайте, в проповедях, в разделе проповеди, есть у меня вот, где о последних временах, есть у меня тут тысячелетнее царство, где оно? Слушайте, я его в мобильный вариант даже забыл добавить, представляете, хорошо вот увидел при вас. В общем, здесь вы его увидите. Кликайте по ссылке, у вас откроется страничка о тысячелетнем царстве. посмотрите, там тоже несколько, ну и плейлист соответствующий есть на этом канале, тысячелетнее царство найдете. И там я, во-первых, показываю все места, которые нам об этом рассказывают. Это тайна, сокрытая от первых времен, но открытая последним пророком и апостолом Христовым о тысячелетнем царстве, о том, как мы будем, что мы, там я обличаю ересь, обличаю судивших, осуждаю судивших тысячелетия, тоже. И вот есть видео, где я размышляю на том, что, как, как будет. Вот посмотрите, да. Вот. И сейчас я вам просто по этому тезису уже скажу, а кому интересно все это более подробно, посмотрите вот все мои видео по соответствующей теме о тысячелетнем царстве. Так вот, что мы с вами точно знаем достоверно, что мы с вами будем после его второго пришествия. Те, кто будет жить святой жизнью, веровать во Христа и ожидать его второго пришествия, то есть, летнее царство, воскреснут из мертвых. Ну, кто там, единицы какие доживут, ну, пусть не единицы, сотни, десятки, все это не так, тысячи, десятки тысяч, не так много уже людей будет на земле. У тебя плоть изменится в бессмертную плоть, и мы будем жить со Христом тысячи лет. А дьявол, написано, да, и все падшие духи будут, что брошены в бездну и закованы там, то есть, запечатаны там на тысячу лет. То есть, еще раз, на земле мы живем с вами еще тысячу лет. Четвертый класс. Во Христе праведные, которые будут воскресны и жить в нетленной плоти, уже не умирая, будут жить со Христом, без дьявола и в вечной плоти, скорее всего, абсолютно здоровой, вряд ли уже будут болячки. Ну, и будем жить в земле обетованной, надеюсь, она будет по... не такая проклятая, как сейчас, а будет там повеселее все, все расти, да, и так далее. Будет там хорошо, не будет, может, такого зноя, таких всех катаклизмов, все будет у нас там, где Христос, там все будет хорошо, да. Вокруг нас, конечно, по земле все так же будет продолжать много людей. После ужаса Третьей мировой войны и после всех этих событий, в царство Антихриста, они немножко образумятся и решат созидать какое-нибудь такое, как они говорят, общество здравых людей. И, да, ну, просто без Христа, да, будет такое жить. Мы будем жить... Будет ли они жить вечно, не вечно, а бессмертно? Возможно. Возможно, Бог откроет им разум, куразумение, так скажем, даст им, ну, как через науку они любят, да, и у них не будет... Они там найдут этот геном старости, что-то изобретут такое, что, может быть, тоже кушать там таблеточку, и ты тоже продолжаешь свою жизнь. Ну, правда, будет отличие от жизни праведных во Христе, потому что мы будем просто вечные, нам не нужны будут никакие таблеточки, потому что Бог просто нам дал. И по внешнему будем все одинаковые, но по внутреннему мы-то вечные, а они должны таблеточку кушать. Вот в чем разница, да? Вот такая вот школа жизни будет. Естественно, будем опять проповедовать, да, Иисус на земле опять, Бог, вечный Бог, любовь во плоти опять на земле. Мы рядышком с Ним, но и у других есть доступ к Нему, опять есть доступ к Богу во плоти. Вопрос, захотят ли они прийти к Нему, да, но он недалеко. Так я пишу, давайте дальше прочитаю, я сейчас, что я записал. Остальные же народы получат иной опыт, прожить которую, то есть я пишу, прожить которую жизнь, ограниченную смертную жизнь. Тут я говорю, я размышляю, потому что точного ответа нет. Будут ли они бессмертны или смертны. То ли они будут короткие жизни жить, то ли они, как и мы, будут уже тоже, они не вечные будут, да, мы-то будем нетленными, а они могут умереть, но кушая какую-нибудь таблеточку, которую они изобретут, они тоже будут продолжать свою жизнь. Но они будут жить недалеко от Бога, Бог-то вот недалеко, да, во плоти, на земле, но также без... И еще, дьявол тоже скован, они тоже без козни дьявольских живут, ибо он будет запечатан в бездне на тысячу лет. То есть, конечно, у нас есть отличия, еще одна такая тысяча лет на земле, удивительная, да, Бог говорит, видите, во всем проявляется Бог-любовь. И так я вам дал. И так. Сначала вообще без меня и по плоти, вот только в сердце говорю, и делать, что хотите. Потом, я, конечно, в сердца все равно всегда стучусь, но вот вам вы решили через собственные бумажки, человеческие заповеди жить, ну хорошо, поживите так. Да, я сильно трохать не буду, буду там в крайниках вмешиваться, а так живите, как хотите. Бог является явно, дает пример жизни, плюс еще сам ничего не пишет, за собой стенографировать не позволяет, но по воспоминаниям нам что-то оставлено, у нас остается Писание и Святой Дух. И дьявол все это время имеет доступ к человеку. Четвертый класс, еще невероятный опыт, прожитый человечеством. Опять, ну мы уже сами, конечно, достигли хороших высот, да, может быть, недалеко, где-то там не прям идеально. Ну, Бог нас дошлифует, Иисус на земле уже, где мы тут какие разногласия имеем, что-нибудь там не идеально в чем-то, все нам дорасскажет, мы все подшлифуемся, да. Но мы с ним, дьявол закован, мы живем вечной жизнью, без потери здоровья. Вот как? И такие же народы живут, вот придут они ко Христу. И ведь, несмотря на то, что скажут, что они тоже таким созидательным обществом живут, вообще-то написано, что в конце тысячи лет дьявол будет опять отпущен ненадолгое время, и все эти народы совратятся на пути свои. То есть, они опять будут созидательны, потому что они из-под палки или искренне так? А что ж, когда дьявол освободится, они опять обостятся? Потому что мы читаем с вами в книге Откровений, что, но как только в конце тысячи лет дьявол снова будет выпущен, вернее, это пока моими словами, ну, в общем, что в Откровении написано, будет выпущен на землю, и на малое время вся история падения людей повторится вновь. И давайте я уже, да, я тут зачитываю. Когда же окончатся тысячи лет, сатана будет, ну, цитирую 20-ю главу, сатана будет освобожден из темницы своей, и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань против святых, против город возлюбленный, в котором мы с вами все будем обитать, земли обетованной, которая будет посреди земли обетованная. Число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, всех нас опять окружат, захотят над нами власть взять, силу поработить, убить. И не спасал огонь Господь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное, где зверь и лжепророк, который был во время Второго пришествия, истреблен силой явлений его, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Ну, и там дальше, ну, смысл вам понятен, да? Ничего не меняется. Видите, Бог показывает, что на самом деле человек избирает добро и зло, ну, конечно, мы каждый свой путь проходим, но есть люди, видите, какие, упертые. Уж казалось бы, сколько всего на земле потворилось, чудес, да? Вот. По поводу проповеди, как она будет, и как люди будут реагировать, я сейчас хочу как раз, буквально, следующий ролик уже писать, вот как раз, в рамках того плейлиста о тысячелетнем царстве, там я об этом буду размышлять, кому интересно, смотрите там видео, я об этом поговорю, здесь сейчас не буду распыляться. Давайте итоги подведем четвертого, четвертого периода жизни, четвертого класса школы жизни от Бога. Бог Иисус живет среди нас. Тут даже что-то разглагольствует, когда доживем, когда будем, все нам откроется, да, сам факт, Бог, вечный Бог, любовь, Иисус Христос живет среди своего творения. Кому-то он нужен, и мы рядышком, кому-то он не нужен, но все равно, как только кто-то из них покается, а он вот, как тут, как тут, да? Если здесь сейчас в третьем классе мы с вами живем, кто-то кается, и не может ни Христа не увидеть, да, не созерцать по плоти, не задать ему вопросы, ответы найти, да, то потом все это будет. Человек бессмертный, свят, человек бессмертен, ну, одни из людей, да, хотя, может быть, я говорю, это все будут, но опять же, нет, они будут смертны, но продлевать свою жизнь, а будут такие, как мы, праведные во Христе, по святой жизни своей, в любви ко всему Божьему творению, будем иметь нетленную плоть. Живем по закону уже Святого Духа, того вечного закона, который был в раю от начала дан, в любви ко всему Божьему творению, который любовь, а человек смертный пытается закон любви постичь, ну, все стороны народа. Ну, в общем, я вот так, означил всех тем. Дьявол и патч ангел во плоти, видимый и невидимый, к человеку, во время тысячелетия, на тленной земле, не имеют доступа. То есть, они теряют полный доступ к человеку, и по плоти, и по духу. Все. Это очень, видите, насколько это интересный, важный этап. бог рядышком, бог рядышком, дьявола нет вообще. Здорово, здорово. Люди, даже которые пребывали во тьму после Третьей мировой, на какое-то время их хватит. Но мы можем видеть, что после Второй мировой человечества хватило хотя бы на 80 лет. Возможно, после Третьей мировой, после всех тех ужасов, которые она нам принесет. Ну, у многих, многие задумываются и решат, что, слушай, давай-ка как-нибудь без такого ада поживем. Ну, в оконцовке все равно к этому придет. Ну, и пятые школы жизни, они, конечно, меньше всего надо рассуждать. Я поэтому ничего абсолютно не написал, если вы заметите. Я уже написал только это новая земля, новое небо после великого разделения, великого суда, где все, которые творили добро, даже не знали Иисуса и не ведали, пойдут все равно с ним на новую землю, где любовь царит, потому что они любили. Иисус так и скажет, разделит по правую, по левую, котлов и овец. Это второе всеобщее воскресенье, в котором уже праведные не имеют никакого участия, потому что они уже праведные. Да, а все остальные будут судиться, точно так же, как и христиане, по делам своей жизни. Вот, жизнь каждого будет взвешиваться. Ну, и здесь я уже, я говорю, ни в каких словах, и здесь у меня уже две картинки, как видите, не три, как во всех тех школах. Я уже как бы сразу подвожу итоги, да. Нам оставлено о новой земле и новом небе нам оставлено всего 21 глава книги Откровения, да. 22 уже послесловие, то есть всего одна глава нам повествует. Я как бы общие выводы и тезисы оттуда передаю. Бог Иисус во плоти и духом, во плоти и духом, Бог Иисус, видимо и невидимо на новой земле живет среди людей. Человек святой предоставлен самому себе. Теперь я уже повторяю как бы вот первый класс, да. Человек свят, предоставлен самому себе, абсолютно свободен и не имеет нужды уже. В чем отличие, помните, от первого, вообще от первого класса и вот этого пятого класса. Человек уже не имеет нужды противостоять греху, злу. Его просто нету. Нет злодеев, которые творят. Потому что великое разделение произошло. Уже не дьявол, не злых людей, никого. Ибо любит всех и все и любим такими же, как он, от нетленной прекрасной жизни. Но это, конечно, жизни на новой земле. Но это, конечно, самый лучший класс. Это уже, ну, можно сказать, высший. Старший класс, да, уже самое счастье. Там уже такая школа жизни уже, конечно, если я, вы знаете, эти классы школы жизни называю адскими, четвертый класс такой средненький, переходный, а первый трет вообще, как я говорю, адская школа жизни на земле, познание всех ужасов, зла и всех радостей, добра, да. Четвертый уже такая переходненькая, потому что в третьем классе то, что Иисус пришел на малое время. Ну, что это такое? Капли в море, да. А вот четвертый класс все-таки быть, я всем говорю, быть вечным, здоровым. Может быть, там в полноте духов, да, есть там, чего не захотел, любой огурчик за секунду вырос. А может, и вперед все надо было поставить, естественно, это жить с Иисусом еще и без дьявола, а потом еще вечен, здоров, ну, туда, исправить цепочку выстроить. Четвертый, конечно, уже класс, это вообще для таких, особенно как мы, для христиан настоящих, это радости. Ты со Христом, ты без дьявола, ты нет Ленин, ты здоров, и ты всемогущ, так скажем. Что-то может там, может мы там, как Иисус, хлебы приумножать, из воды вино делать, но, в общем, если мы уже таким вещами будем владать, то что же, это уже класс такой шикарный, да, вот, хоть надо еще проповедовать, люди еще грешники на земле, но все-таки, ну, а шестое это вообще такое, ну, понятно, все брачным пиром, можно назвать там тоже, да, вот, блаженство, но все-таки это тоже школа жизни, мы тоже, представляете, познать это, как вот так вот жить, то есть, я поэтому тоже, как бы называю это образно, тоже школой жизни, ну, а что же будут у нас грешники вкушать, чему учиться, вечная гиенна огненная, я пишу, это Бог Иисус во плоти, в гиенне огненной, то есть, я пишу все в противовес, если там Бог Иисус во плоти, наоборот, живет, и по плоти, и по духу среди людей, то здесь Бог Иисус во плоти, в гиенне огненной, к человеку не имеет доступа, почему я пишу только во плоти, ну, потому что по духу, Бог Иисус Христос, он везде, как написано в псалме, куда сойду, на дно ада, и там ты, это очень важно, Бог дыханием жизни поддерживает всю вселенную, Бог не делал ад, его сделали сами грешники, они сами говорят, мы хотим быть среди таких же, как мы, и Бог им даст эту возможность, даст эту школу жизни, но поддерживается жизнь, дыхание жизни, только благодаря тому, что он всячески во всем, он в каждом грешнике, естественно, бьется его дыханием жизни, человек грешный, порабощен грехом, не желая противостоять злу, ибо ненавидит все и всех, и пребывает среди таких же, как он, в вечном огне гиены, дьявол и падшие ангелы, во плоти, в гиенне огненной, живут среди людей, я думаю, что противоположные вещи очевидны, да, ну и давайте подведем итог проделанном пути, тут у меня две картинки, начинается с рая, где с падения, где Ева тычет на змея, Адам тычет на Еву, заканчивается все, конечно же, хорошо, давайте посмотрим, далеко ли мы от этого ушли, вообще пройдя такой путь, что мы познаем, как я вам сказал, теперь мы с вами все, ну по идее мы с вами 5, но тут 6 получается, только потому, что я в 5 класс разбиваю на 2, его не получается совместить, то есть говорим уже, потому что великое разделение, где оттуда сюда не переходит, поэтому у меня получается как будто 6 пунктов, но на самом деле последний, он просто сдвоенный, то есть мы с вами видим, мы прошли с вами 5 классов, давайте теперь, там мы с вами по классам и смотрели Бог, Человек, Дьявол, давай теперь посмотрим по Бог, Бог, Человек, Дьявол сразу в 5 классах каждого, какой путь проходим мы, я думаю сейчас поймете о чем я, и так Бог, Бог, я даже уже не буду вам 1, 2, 3 произносить, вы как услышите, Бог будете понимать, что я заново читаю, Бог говорит человеком только через, ну или давайте 1, то есть 1 класс, 1, Бог говорит человеком только через сердце, 2 класс, Бог говорит с человеком через бумажки, написанные людьми. Третий класс. Бог говорит с человеком духом святым и через Писание, написанные свидетелями вечного Бога любви, Бог во плоти и вившегося людям. Четвертый класс. Бог Иисус во плоти живет среди людей. Живет уже постоянно, да? Не три там с половиной года, а всю тысячу лет. Пятый класс. Бог Иисус во плоти духом, видимым и невидимым, то есть на новой земле живет среди людей, и наоборот, Бог Иисус во плоти в гиене огненной к человеку не имеет доступа. Человек, теперь читаем все, какую школу жизни проходит В первом классе предоставлен самому себе, абсолютно свободен и имеет силу и нужду В принципе, противостоять греху, злу Я вот тут надо будет добавить, если не забуду Я закончу видео, подредактирую Имеет силу и нужду противостоять греху в раю В Царстве Небесном, как я вам сказал Потенциально ты можешь даже в Царстве Небесном зло сотворить Ты приходишь в то состояние, описать которое словами невозможно В нем можно только пребывать Ты можешь сотворить зло? Да Ты его когда-нибудь сотворишь? Нет Только кто в православном богословии, в ортодоксальном есть такое понятие Как непадательное состояние Кто изучал предания святых отцов, так называют Тот поймет, о чем я говорю, я все это изучал, читал Это вот именно это и есть Можешь? Да, сделаешь? Нет Убью Сделаешь? Нет В это надо прийти Там именно такие люди будут Там не будет нужды противостоять злу Я здесь не противостою злу, там, убить животных Человек, я этого никогда Я не борюсь ни с собой, ни с дьяволом, как говорят Нет, это стало моей сущностью Я не творю зло Не творю, не хочу Я не борюсь, чтобы не творить зло Потому что любить легко, а творить зло тяжело А я легко, я люблю, я счастлив Я никогда этого не сделал, я даже не борюсь с собой Человек, еще раз Первый класс Человек предоставлен самому себе абсолютно свободен И имеет силу противостоять греху силу и нужду Надо будет добавить Противостоять греху злу Человек сковывается законом Второй класс Человек сковывается законом избирать зло Ибо избравшему зло смерть То есть человек свят внешне по неволе Я оттуда просто собрал Просто вам сейчас зачитываю Чтобы вот так видно было на одном экране Представляете, я бы сам все это изыскивал Я поэтому еще раз все это скомпоновал Чтобы можно было так быстренько все прочитать Третий класс Человек освобождается от закона И снова становится свободным добровольно избирать между добром Освобождается, конечно, тут формально Я надеюсь, вы тоже понимаете Да, не Христос нас освободил на самом деле Он как бы освободил хотящим быть свободным Помните, пришел освободить Они хотели, кто его хотел скинуть с горы Они хотели освободиться, нет Это не закон сковывать Я тоже так говорю таким ветхозаветным языком На самом деле человек сам подзаконным становится Сам под этот закон Это ермон из себя надевает Человек освобождается от закона И снова становится свободным добровольным Избирать между добром и злом Святой жизнью в любви Или грешной жизнью в ненависти Но по воскресенье за все дела Придется дать отчет и получить достойное задание от Бога Четвертый класс Человек бессмертный, свят И живет по закону святого духа Который есть любовь Который уже стал его сущностью А человек смертный пытается его этот закон постичь Пятый класс Два типа людей Человек святые люди Представлены самому себе на новой земле Абсолютно свободны И не имеют нужды противостоять греху злу Хотя видите я как бы разделил А ну правильно Вот я говорю там надо добавить Вы поняли да То есть в раю он имел силу и нужду То в небесном царстве уже даже не силу Я говорю это сущность твоя Это огромная разница Ты не силу Ты не понуждаешь себя противостоять Поэтому можно сказать что у тебя нет ни нужды Или нет силы потому что нет нужды Это стало твоей природой Сущностью Твоим именем Ты есмь такой Я просто есмь Я просто такой есть теперь Поэтому там мы уже не имеем нужды Протестать греху злу Ибо любим Любим все и всех И любим таких же как Как он Как я Как мы На нетленной прекрасной новой земле Человек грешный Порабощен грехом Не желая Сам он не желая Противостоять злу Ибо ненавидит А почему? Иисус говорит Я свет пришел в мир Но вы не идете к свету Потому что дела ваши злы Ибо ненавидит все и всех И пребывает среди таких же как он В вечном огне гиены Ну и какая у нас история дьявола Я поэтому такую картинку-то изобразил здесь Бог Ну тут в виде солнышка светит Адам, Ева, дьявол В общем все тут Все на месте Собрались Дьяволы падшие ангелы Во плоти Свободно общаются с человеком Словом и телом Бог не вмешивается Ну точно так же Пав перед этим Дьяволы падшие ангелы Имеют доступ к человеку Но только с разрешения бога Второй класс Третий класс Дьяволы падшие ангелы Подвластны человеку Бог Иисус дал власть их попирать Четвертый класс Тысячелетнее царство Дьяволы падшие ангелы Во плоти и духом К человеку Во время тысячелетия На тленной земле Не имеют никакого доступа И пятый класс Святые люди То есть дьяволы падшие ангелы во плоти духом на новой земле к человеку не имеют никакого доступа. То есть они к нам, к святым людям, не имели уже во время тысячелетнего царства никакого доступа и не будут иметь и на новой земле. А дьяволы, падшие ангелы во плоти к грешникам не имели даже на тысячелетнем царстве никакого отношения, не имели доступа, но в гиене огненной уже будут иметь доступ к ним и по плоти, и по духу, потому что суть одно, и живут среди людей, бесы живут среди людей, а люди среди бесов. Какая прекрасная в кавычках картинка. Вот такая вот, мои дорогие, для вас у меня картина, картина школы жизни из пяти классов состоявшаяся. Надеюсь, вам это видео понравилось, было интересно, что-то даст размышлять, такие мысли. Какие я хочу сделать выводы самые важные? Увидеть во всем этом, что Бог есть любовь, свобода и вечная жизнь. Все эти три сущности, они от начала. Завет вечный, из которого все началось и в который все возвратится, один, потому что он вечен. Начали в этой точке, закончим и так и будем по кругу мотыляться. Это символ вечности, это свобода. Мы видим как Бог, потому что любовь, это любовь и свобода. Монетку возьмите, где у меня нет монетки. Любовь и свобода это две стороны, как говорят, одной медали, одной монетки. Грань есть круг, символ вечности. А любовь как монетку невозможно разорвать, грубо говоря. Ну возьмите бумажку тоненькую, кружочек вырежете, вот у меня жалко, нет тут ничего. Попробуйте ее разделить. Вот любовь от свободы не отдельно. Я говорю, все нам есть такие народные понятные какие-нибудь поговорки, насильно мил не будешь. Это же так. В этом вся сущность блага бытия. Пребывающая любви пребывает в жизни вечной. Это очень важно. Пребывает, естественно, добровольно. Все. Это единственный закон блага бытия, который был от начала и который всех нас ждет, живущих по нему. По духу ждет по плоти в небесном царстве Иисуса Христа, где он нам будет и Богом, и храмом, вы помните, и светом, и солнцем, и всем. И женихом, и мужем, и другом, и всем, и друг для друга, в том числе, всем этим будем. Где я вас всех, надеюсь, увидеть. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok